Всем привет! Мы продолжим делать нашу игру и сегодня мы займемся тем, что мы научим переносить наши предметы из ячейки, где у нас находится инвентарь, в ячейку для инструментов. Как это сделать? Делается это очень легко, но тут есть небольшая фишка, которую я вам постараюсь показать. Давайте я вам объясню сейчас быстренько. Мы должны будем нажать, допустим, на топор и наш топор будет появляться здесь, в этой ячейке. Эта ячейка становится пустая, причем она становится пустая так, чтобы мы могли бы потом взять любой другой предмет и наш предмет появился бы в этой первой ячейке, если она, конечно, свободная. Но давайте я вам покажу, как это сделать. Для этого мы заходим в конструктор, обязательно добавляем новый топор и новую кирку, то есть новые инструменты. Эти инструменты у нас будут появляться вот здесь, в этой ячейке. У меня размер их такой же, как и у всех других инструментов, то есть 40 на 40, но я думаю, добавить вы сами сможете, тут ничего сложного нет. Так, нам еще понадобится добавить новую семью. Для этого мы нажимаем проект, и здесь мы находим фамилию, то есть семью. Нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем добавить. Во-первых, нам надо будет добавить те предметы, которые у нас будут попадать в сам инвентарь, то есть вот на спрайт 11. У меня это спрайт 12 до спрайта 15. Так, добавляем. И называем как вещь. Допустим, просто вещи. Добавляем новую семью. И теперь мы в новую семью должны будем добавить вот эти вещи, то есть инструменты. Это у меня спрайт 21 и 22. Так, добавляем, называем как инструменты. Ну что ж, теперь мы должны будем посмотреть, есть ли у нас в нашей клетке для инструментов переменная занята. Если у вас нет, то добавьте, если у вас есть, то все хорошо. Но я думаю, добавлять приватную переменную вы уже умеете. Так, теперь давайте зайдем в события и сделаем такое событие. Если мы кликнули по топору, который находится в ячейке, то у нас он уничтожается. Так, еще нам надо будет добавить мышку. Нажимаю правой кнопкой мыши. И здесь у вас должна быть мышка. Добавляйте мышку, я уже ее добавил. Так, я вам такой код. Мы нажали на объект спрайт 13. То, что у нас должно произойти. Во-первых, у нас определяется наша приватная переменная у ячейки для инструментов. Определяем приватную переменную ячейки. Если занято равно 0. То, что у нас должно произойти. Во-первых, наш топор должен уничтожиться. Это главное. Далее, что у нас дальше еще происходит. Далее можно будет просто взять скопировать вот это событие и поднести его вот сюда. Вот так вот. Потому что мне лень писать вот это все заново. Мы просто теперь заменим спрайт 13 на спрайт 22. То есть, наша система спавнит нам спрайт 22. На слой 4 и в нашу ячейку для инструментов. То есть, у нас спрайт 8. Вот так вот. Смотрим, что у нас получилось. Берем топор. Нажимаем на наш топор и он у нас появляется здесь. Так, все у нас теперь работает. Теперь давайте скопируем вот это событие и заменим наш топор на кирку. Просто везде меняем топор на кирку. Здесь у меня спрайт 21. Какие-то забыл уничтожить нашу кирку. Да, правильно. Так. Мы уничтожаем кирку, по которой мы кликаем. Так, теперь у нас все правильно работает. Кирку. Но я могу взять топор и кирку одновременно. Это мне не надо. Мне надо так, чтобы я мог бы взять только или топор, или кирку. Для этого. Для этого мы должны сделать так, чтобы когда наши инструменты дотрагиваются до нашей ячейки, то наша приватная переменная занята становится один. Все просто. Если инструменты дотрагиваются до объекта с нашей ячейкой для инструментов, то что происходит? Переменные ячейки становятся один. Теперь надо сделать такое событие. Когда наши инструменты не дотрагиваются до нашей ячейки, то наша переменная становится ноль. Так, можно скопировать это событие. Возьмем занято один на занято ноль. Выбираем нашу систему. И здесь мы выбираем вот это. Ну, перерывается это как иначе. Смотрим, что у нас получилось. Вот, я нажимаю на кирку, нажимаю на топор, но я не могу взять топор, потому что у нас уже есть кирка. Так, обновляю. Так, нажимаю на топор. И я не могу взять кирку, потому что у меня уже есть топор. То есть, все правильно работает. Ну вот, на этом, я думаю, сегодня мы урок закончим. В следующей части мы научимся забирать из этой ячейки вещи сюда. И причем наши вещи будут работать тоже правильно, как не будет вот таких вот дырок в инвентаре. Ну вот, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока.